здравствуйте дорогие друзья приветствую всех на своем канале наконец-то мы дождались теплых дней весны сегодня 1 марта и мы приступаем к посадке таких растений вот я выбрала для себя эустома будет расти у меня в саду я приобрела пакетики 4 штучки в пакетике всего лишь не дешевые конечно но очень-очень красивая они формами как розочки махровые очень красиво смотрится в цветнике я выбрала желтый цвет розовый белый с розовыми подочками голубой вот я взяла торфяные таблеточки поместила их пластиковый контейнер залила кипятком и они на брякли буду сажать торфяные таблеточки положила их боком так как они какие-то длинного очень размера обычно сверху садишь но это боком через одну дырочку затем разрежу и посажу свое растение эустомочку в палисадничек красиво цвели открываем пакетики достаем семена посмотрим какие семена они в капсуле 4 семечки колбочка такая специальный контейнер гранулированные семена она в этом пакетике сколько в каждом пакетике одинаковые все семена пробочки гранулиров а голубые 5 семечек 4 5 семечек голубые розовая голубая и желтая будет очень красиво смотрите какая она махровая насыщенная название у нее есть эхо лавандовая а это у меня какая пикати пикола пикати малиновая белая ободочка розовая и алиса желтая приступим к посадке чтобы посадить семена я буду сажать через одну дырочку я повторюсь я уже говорила так как если в каждую дырочку они сильно густые будут сильно близко будет корешочек обычно торфяные стаканчики не такие длинные они покороче немножечко а это какие-то сильно высокие я их положила боком вот так будем сажать торфяные семена и и прижимать зубочисткой и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так как у меня остались пустые торфяные тканчики, у меня есть семена растения пассифлора. Это вьющееся ампельное растение, оно даже съедобное, можно употреблять в пищу. Но я посажу его для красоты. Но у меня когда-то росло, я сажала с черенка. А сейчас хочу попробовать посадить семена. Сейчас открою недорогой 18 гривен. Открою пакетик и посмотрим, какие у него семена. Пакетик в пакетике. Открываем. Семена довольно крупные, они немного лохматенькие, как ежики. Четыре семечки. Смотрите, какие крупные. Наверное, все они взойдут. Посмотрим, хотя бы одно семечко должно взойти из четырех. Одного растения мне достаточно. Посмотреть, как оно растет. А дальше можно уже будет и размножать черенками. Оно черенками размножается неплохо. Обрезаешь черенок с пятью-шестью листочками. Ставишь в водичку. И оно прекрасно пускает корешочки. Оно неприхотливое растение. Растет как дикий виноград, а ампельное растение. Еще у меня были семена бегонии королевской, крупнолистных. Я их поместила в пластиковую коробочку, намочила спончик и думала прорастут. Они так пролежали неделю, не проросли. Посмотрите, как были в гранулах, так и остались. Влажная ваточка, влажная. Сейчас я их пересажу в торфяные стаканчики. А что место будет пустовать? Что оно будет пустовать? Посадим все растения, затем легко пересаживать. Продолжение следует... У меня осталось еще одно растение, стевия. Это сладкая трава. Написано, что для диабетиков хороша, вместо заменитель сахара. Но мне интересно, как она растет и действительно ли у нее сладкие листочки. Это все эксперименты, пробники. Это не помешает. Сейчас тоже посажу в торфяной стаканчик. Посмотрю, какие у нее семена. Открываем, смотрим. А семена у нее, как мусор какой-то. Ну, посадим. Пусть растет. Если она действительно сладкая, это будет очень интересно. Если у кого росло такое растение, пишите, как его применять. Потому что в интернете описаний много, но интересно послушать каждого человека. То, что семена делает. Высадила свои семена. В один контейнер посадила очень много семян. Ну, ничего, торфяной стаканчик можно взять, переместить. Вот люпин у меня растет. Очень красиво будет смотреться. Здесь много сортов. Смесь желтый, розовый. Это комнатное растение. Тоже смесь бегоний. Какой цвет будет, неизвестно. Это загадка. Ну, будет очень красиво смотреться. Сладкая трава. Север. Пассифлора ампельная. Мьющаяся сладкая чаша. На вкус, конечно, тоже попробую. И прекраснейшая эустома. Она вообще, по-моему, какая-то или дамасская роза, или какая она. По-другому называется она розе. Я точно не помню. Не буду вам лишнего говорить. Теперь остаток семян, вот что у меня осталось от люпина, разбросаю в пустые места. Они во влажной среде прорастут. И я уже буду знать, какие они, и пересажу в отдельные стаканчики. Или сразу в землю, в открытый грунт. Посмотрим, как будут позволять условия нашей погоды. Теперь закрываю свой пластиковый контейнер. Помещу его на окошко. А название растений, пакетики пустые, положу под низ, чтобы не забыть, какое здесь я посадила растение. Какие цветочки. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы... Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok